всем привет с вами вновь корейский культурный центр и я дима ли новый кулинарный сезон мы начали с приготовления панчанов напомню что так называются корейские закуски существует огромное множество панчанов из разных ингредиентов из мяса морепродуктов и овощей собственно благодаря этому корейская кухня очень разнообразно питательно и самое главное полезно для первых серий нового сезона мы выбрали панчаны с яйцом и в прошлом ролике мы показали как приготовить киран мари а сегодня мы приготовим потрясающе вкусное и очень легкое в приготовлении блюдо киран чим я готов надеюсь вы тоже давайте готовить для начала приготовим яичную смесь для этого нам понадобится 4 яйца соль перец сахар немножко рыбного соуса и 200 миллилитров воды начнем добавляем щепотку соли на 4 яйца вам много не понадобится чайную ложку сахара но регулируйте сами можете добавить чуть больше щепотку черного перца прям немножко его нужно и немного рыбного соуса смотрите у меня рыбного соуса под рукой не оказалось поэтому в качестве альтернативы я беру устричный соус а вообще вы часто можете встретить рецепт соленой креветкой скажу вам честно что соленую креветку достать довольно проблематично это не беда если вы добавите чайную ложечку рыбного соуса или устричного соуса то вкус сильно не изменится и все будет практически то же самое так чуть-чуть добавили и перемешиваем смотрите здесь есть небольшой лайфхак для того чтобы текстура нашего керанчима была вот прям более такой мягкой и шелковистой можно взять небольшое сито и пропустить нашу яичную смесь через сито тогда белки вот очень хорошо растворяться и как раз у нас получится именно та текстура которая нам нужна вот у меня есть еще одно сито процеживаем нашу смесь через сито аккуратно заливаем и потихоньку процеживаем как раз таки после процеживания в этой смеси практически нет белков ну то есть комочков от этих белков и вся смесь получается однородной я сегодня покажу вам два варианта керанчима первый вариант мы приготовим классический в корейской национальной посуде она называется тукбеги возможно она у вас есть возможно нет но вы будете знать во первых что это такое и как этим пользоваться а второй вариант мы приготовим опять же для тех у кого нет этой посуды на водяной бане и кстати говоря если вы не хотите сильно заморачиваться то под этим роликом вы найдете рецепт как приготовить керанчим в микроволновке еще проще но честно вкус не изменится будет также вкусно и полезно у нас получилась однородная смесь добавляем 200 миллилитров воды и еще раз хорошо все перемешаем наша смесь готова нам нужно еще нарезать зеленый лук и собственно мы готовы приступить к основному процессу готовки берем немножко зеленого лука и мелко его нарезаем половина пойдет непосредственно в керанчим остальную половину мы оставим для украшения нашего блюда но мы все подготовили первый вариант готовим керанчим в тукбеги для этого берем нашу тукбеги добавим немножко кунжутного масла чтобы смазать ее прям небольшую капельку и точно так же как и в рецепте до этого размазываем по стенкам кунжутное масло она прям дает сразу неповторимый аромат далее включаем нашу комфорку четко вот так отлично ждем ну буквально минутку чтобы наша чаша немножечко нагрелась я думаю что уже хорошо ну и собственно заливаем нашу смесь ну а теперь нам нужно ждать и следить за тем что будет происходить в нашей чаше но по мере нагревания смесь будет схватываться по стенкам на дне и поэтому нам нужно будет очень аккуратно все перемешивать то есть мы перемешиваем то что схватилась чтобы наша масса стала однородной я думаю сейчас мы сможем посмотреть как у нас это получится на всякий случай напомню что самый известный корейский панчан и вообще визитная карточка кореи это кимчи опять же рецепт этого замечательного ароматного кимчи вы найдете в описании под этим видео ну и друзья не забывайте подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик вне зависимости от платформы на которой вы смотрите этот ролик ставьте ваши классы лайки пишите комментарии нам очень важна обратная связь начинаем аккуратно перемешивать вы можете видеть что какая-то часть смеси уже схватилась очень нежно перемешиваем чтобы вся масса стала однородной у нас прошло буквально несколько минут и посмотрите что смесь постепенно становится однородной я думаю еще пару минут и можно будет накрыть смесь крышкой и дальше вы увидите магию друзья смотрите смесь практически стала однородной собственно все мы закрываем крышкой ставим на медленный огонь и ждем буквально одну две минуты и будем надеяться что случится магия и наш керанчим поднимется и так друзья смотрите выходит влага идет пар собственно это нормально так и должно быть так что если вы это увидите у себя не переживайте все нормально самое главное пока не открываете крышку я думаю что все готово в закрытой крышки керанчим у нас простоял примерно три минуты надеюсь что все получилось до вот влага по-прежнему выходит в общем выключаем аккуратно передвигаем и давайте посмотрим что у нас получилось будем надеяться что магия произошла смотрим делайте ваши ставки поднялся или не поднялся друзья все получилось он поднялся и так смотрите осталось небольшая влага это нормально так и должно быть текстура у нас получилось однородная что мы делаем нужно добавить немножко зеленого лука сверху добавляем кунжутные семечки там хорошо можно так посыпать и немножко кунжутного масла первый вариант нашего керанчима готов итак друзья теперь мы готовим второй вариант керанчима на водяной бане мы сделали точно такую же яичную смесь все те же самые ингредиенты все те же самые пропорции единственное что мы готовим не не в тукбеги а на водяной бане я разогрел воду где-то поставим на средний огонь пожалуйста очень аккуратно выставляем нашу чашу внутрь технология точно такая же ставим на водяную баню единственное что здесь поверхность больше опять же жара меньше сразу накрываем крышкой но будем периодически смотреть что происходит и перемешивать и так мне кажется что из-за того что у нас мало жара потому что крышка не закрывает наш керанчим плотно попробуем слегка изменить технологию накроем еще одной кастрюлей если у вас не будет точно такой же кастрюли и вы не сможете плотно закрыть поверхность возьмите обычную фольгу сделайте небольшую крышку и накройте сверху собственно мне кажется что наша технология работает потому что видно что уже выходит влага и уже выходит пар через минутку откроем и проверим как дела с нашим керанчимом прошло примерно две минуты давайте откроем и посмотрим что произошло с нашим керанчимом отлично смесь потихоньку у нас проваривается становится однородной опять же проделываем все то же самое что и в первый раз аккуратно нежно перемешали и закрываем еще раз в данном случае нам нужно больше времени на приготовление если в первый раз в тубики мы готовили примерно 4 минуты то здесь я думаю нам нужно все 10 ну что ж друзья прошло 10 минут мы периодически приоткрывали нашу крышку перемешивали уже выключили огонь и теперь посмотрим что у нас получилось так отлично давайте лучше вытащу и посмотрим более детально что нам нужно сделать нам нужно его перемешать добавить как и в прошлый раз немножко лука кунжутных семечек и кунжутного масла перемешиваем добавляем зеленый лук сверху кунжутные семечки обильно хорошо кунжутные семечки и кунжутное масло ну что ж друзья второй вариант керанчима готов и так друзья мы приготовили два варианта керанчима собственно давайте попробуем обязательно возьмите рис начнем с того который мы готовили в тубики берем немножко как раз остается жидкость внизу берем немного риса честно получилось очень вкусно не потому что это я готовил а правда вкусно попробуем теперь второй вариант который у нас шел на водяной бане точно так же с рисом по вкусовым характеристикам разница но практически никакой все идентично поэтому не переживайте если у вас нет такой красивой посуды готовьте на водяной бане пожалуй можно взять еще немножко кимчи напомню если кто не знает что это самый популярный панчан и просто визитная карточка кореи берем немножко керанчима вот прям все вот так вместе немного риса и прям максимально вкусно сейчас будет мне спасибо вам большое что были с нами я желаю вам приятного аппетита надеюсь у вас получится так же вкусно как у нас сегодня будьте с нами подписывайтесь на наш канал ставьте лайки классы везде где вы нас смотрите но и хорошего вам дня до новых встреч пока